Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Актуальное интервью» и сегодня гость нашей студии Екатерина Виноградова, руководитель пресс-службы Севастопольского благочиния. Екатерина, здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим о гуманитарной миссии, которую Севастопольское благочиние уже давно проводит. Но вот на прошлой неделе появилась новая точка и новая задача помочь людям после прорыва плотины Каховской ГЭС. И вы сразу же начали тоже собирать людям, которые вынуждены были покинуть свои дома, необходимые вещи. Расскажите, пожалуйста, как скоро удалось все собрать? И вы уже даже съездили и передали кое-что. Да, вы знаете, когда случилась трагедия, мы были как раз в поездке на Донбассе и буквально дистанционно начали оттуда уже сбор помощи. По благословению главы Крымской митрополии, митрополита Симферопольского и Крымского лазаря, Севастопольское благочиние, действительно, с первых дней специальной военной операции помогает людям в зоне конфликта. Поэтому начали собирать буквально за ночь. Вот мы вернулись, один день у нас был, мы собирали средства, собирали вещи, объявили сбор помощи. Неравнодушные севастопольцы приносили все, что нужно, и продукты, и бытовую химию, даже лодку нам надувную с веслами принес мужчина, который мы тоже вчера отвезли. И откликнулось наше швейное производство Мироносицы. Это севастопольские девочки, которые шьют платье, но сейчас и шьют и военную форму, в том числе для фронта. Они нам помогают регулярно. И вот они тоже собрали больше 200 тысяч рублей. И мы закупили на 250 тысяч средства гигиены, продукты питания, памперсы, вот все, что необходимо. И вчера отвезли в один из ПВРов, в железный порт. Там в основном эвакуированы люди из голой пристани и окрестных поселков. Больше тысячи человек, около 60 детей, старики, нам сказали, самые старшие бабушки, которые они зарегистрировали в 101 год. Они нашли ее тоже на крыше, в платье и кирзовых сапогах. Для пояснения, ну, вчера это 12 июня. Вчера это 12 июня, да. День России как раз вот мы... И все равно, и вы продолжаете еще сбор помощи? Продолжаем сбор помощи и людям, пострадавшим от затопления, и для людей на Донбассе. Об этом мы еще отдельно поговорим. Пока если вот про затопление, про помощь людям от затопления. Да, конечно. Собираемся еще съездить несколько раз. Я думаю, что на этой неделе и на следующей неделе поедем. Ну, на самом деле, поездки зависят от необходимости. То есть ездишь, узнаешь, насколько помощь нужна, что нужно, потому что вначале нужно всегда больше, а потом, ну, как-то начинают ездить другие волонтеры, и помощи много становится. Мы вчера получили список новый из этого ПВРа, что им нужно, чтобы не привозить тоже лишнего, потому что можно, конечно, закидать там одним и тем же там вещами, еще чем-то, а людям там есть нечего, например. Да, да. Вот, поэтому получили актуальный список. По этому списку сейчас будем собирать. В телеграм-канале нашем мы его опубликуем. И поедем еще в другой ПВР, с которым мы тоже связались. Повезем туда тоже все, что необходимо. Что там люди говорят? Ну, потому что, ну, может быть, вы с кем-то общались, может, какие-то домыслы слышали или там разговоры. Просто речь о потенциальном там прорыве, да, плотина, она как бы шла и предупреждалась о том, что вот люди могут пострадать. Но, наверное, конечно, в подобный сценарий мало кто верил. Нет ли каких-то вот, может быть, на этих разговоров? Вы знаете, действительно, людей предупреждали. И нам люди говорили, что вот им говорили, что есть такие слухи, что лучше выехать. И кто-то действительно выехал заранее. Такие люди есть. Но, знаете, как до последнего жалко бросать свой дом, хозяйство, устроенный быт, вот, свою землю. Там у кого-то старики, у кого-то там какие-то лежачие. Ну, сложно. И до последнего люди надеются на лучшее. Поэтому вот до последнего надеялись на лучшее. Но, к сожалению, трагедия случилась. И наша задача теперь просто помочь людям выжить в этой ситуации. Потому что, конечно, тяжело. И домов у многих просто нет. Дома многие были построены так, что фундамент просто сразу уплыл. Поэтому возвращаться многим просто некуда, к сожалению. Ну, здесь хотя бы с вашей стороны чуть проще помогать людям. Потому что Херсонская область, сравнительно, недалеко находится от нас. И можно быстро что-то собрать, да, необходимое. И отвезти. И поэтому уже, вот, считай, вы в понедельник, 12 июня отвезли. Новый сбор, наверное, уже там 14-го, да, вы повезете? Или вот в ближайшие? Да, на этой неделе, где-то к концу недели, я думаю, что повезем. На самом деле, ездить можно часто. Было бы что везти. То есть будет что везти, будем ездить максимально часто. Можно и каждый день ездить, если есть что отвозить. Поэтому все зависит от сбора. Если конкретно вот на сейчас, что нужно в первую очередь? Может быть, чтобы севастопольцы, кто посмотрит, захочет уже помочь? Ну, вот вчера мы были как раз в ПВРе. Продукты питания нужны любые, потому что ежедневно кормить больше тысячи человек – это достаточно сложная задача. Питьевая вода, продукты питания. Мы очень просили нас веники, белизну, средства какие-то гигиены для мытья посуды, шампунь. Ну, просто чтобы людям как-то обеспечить. Потому что всех расстелили в пансионаты, которые достаточно были тоже уже такие полузаброшенные в связи с военными действиями. И, конечно, там нужно все отмывать и чистить. Поэтому тазики, ведра оцинкованные, бумажные полотенца, влажные салфетки – это все очень нужно. Одноразовые пеленки. Вот такое вот все необходимое. Средства гигиены в основном и продукты питания. И куда это все можно нести? Это все можно принести на наш гуманитарный склад, гуманитарный центр по адресу Шабали на 19Б. С 11 до 16 мы работаем. Поэтому можно приносить в севастопольские храмы. Вы уже тоже упомянули о том, что с самого начала специальной операции Вы помогаете и тем, кто находится на фронте. И тоже, опять же, сбор помощи для жителей Херсонской области начали, находясь как раз на фронте. Куда Вы в последний раз ездили? Понятно, что насколько это возможно описать. И с каким грузом? Мы по благословению правящего архиерея ежемесячно ездим на Донбасс. У нас, как правило, поездка раз в месяц, и она такая достаточно длительная. Эта поездка 4-5 дней занимает, потому что и дорога туда длинная. И когда приезжаешь так далеко, хочется охватить как можно больше населенных пунктов. У нас специфика такая, что мы стараемся ездить туда, куда не доезжает никто. Куда не доезжает МЧС, куда не доезжают волонтеры. Потому что просто поездки все сопряжены с риском для жизни. То есть это осознанно. Мы, в принципе, идем на то, что можем не вернуться. Поэтому прифронтовые села, в основном, села, находящиеся непосредственно на линии боевого соприкосновения, это район Углидара, села под Углидаром. Их там достаточно много. И людей там живет достаточно много. В этот раз мы еще открыли новое направление, это Артемовское направление. Съездили тоже в Новолуганское. Это большое село. Несмотря на то, что его освободили год назад, в мае 1922 года, оно находится так в тупике, перед водохранилищем. И люди там также два года живут без света, без воды, без газа, без всего, абсолютно без всяких условий. Село разбито. Там живет около 900 человек. Очень много. Я читал в вашем телеграм-канале, это 15-16 километров от Артемовска. Да, 15 километров от Артемовска. Туда тоже прилетает. Сейчас, может быть, не так часто, как, конечно, год назад. Но бои достаточно близко. И не только Артемовск, но и села, линия фронта проходит там левее, которые находятся под постоянным обстрелом, они буквально там в 6-7 километрах, по сути, оттуда. И лепестки разбросаны, потому что мы разговаривали с детьми. Говорили, ну что вы тут делаете? Два года нет школы. У детей два года уже вообще нет никакого обучения. Ни дистанционного, да, они ничего такого не делают? А какой дистанционный? Света нет? Ну да. Ничего нет. То есть у кого есть генераторы, те еще как-то спасаются. А по сути, вот у людей даже холодильников нет. Вот второй год. Там дети говорят, ну вот по дорожкам гуляем, а на газоны, вот на траву не ходят, потому что лепестки разбросаны, и растяжки есть, и заминированы. Вообще обочины, ну, все заминированы, поэтому ходить там достаточно опасно. Поэтому вот привозим тоже детям велосипеды, ролики, самокаты, потому что, по крайней мере, на этом можно хотя бы по дорожкам передвигаться, и как-то какое-то развлечение у детей, чтобы было, потому что два года жить в состоянии войны, это очень тяжело, и для детской психики в том числе. А бойцам вот что возите, по крайней мере, в последний раз что возили? Вот как раз, когда мы были на угледарском направлении, тоже каждая поездка, знаете, она нас как бы знакомит с новыми какими-то подразделениями, с которыми впоследствии мы начинаем взаимодействовать, помогать им, узнаем, что нужно. Вот один из добровольческих батальонов там под угледаром возили маскировочные сети, тоже какие-то фонари возили, какие-то свежие фрукты и овощи привезли, ребята были очень рады, потому что, ну, на консервах все сидят, по сути, на пайках, на консервах, и там пак бананов просто был такой, знаете, за счастье там в посадке на передовой пак бананов такой. Ну, очень рады были действительно, потому что это там, ну, нигде не возьмешь, все скоропортящиеся, уже нигде хранить невозможно, поэтому вот привезли свежие овощи, фрукты, очень были ребята рады. Есть у нас здесь, помогают люди, которые привозят нам свежий лаваш, наши севастопольцы, вот они привозят, и непосредственно для военных, и вот регулярно мы военных обеспечиваем таким свежим лавашом, там тушенку в лаваш завернул, получается такая шаурма такая, фронтовая. Очень тоже ребята благодарны и очень радуются. Вот Успенский монастырь, который в Пахчисарае у нас находится, вот в этот раз они передали, тоже нам сами коптили, шесть мешков сала, домашнюю брынзу и домашний хлеб. И тоже мы развезли по подразделениям, как раз под угледарем, на блокпостах раздавали ребятам, тоже, конечно, ну, очень рады, потому что такое, что-то такое, домашнее, теплое, оно все равно как-то греет и позволяет держаться дальше. Ребятам легче, конечно. Там же под угледарем, насколько я понимаю, находится один из монастырей, над которым вы шефство ведете, но он постоянно под обстрелом. Да, это Николаево-Васильевский монастырь под угледарем, всем известный, не раз о нем говорили в новостях и по телевидению. Да, он полностью разбит, он ежедневно находится под обстрелом, там живут около 70 человек сейчас, это монахи, монахини, братья монастыря. Ежедневно совершаются службы, несмотря ни на что, несмотря на обстрелы. Да, мы его окормляем, мы возим каждый месяц туда помощь, узнаем, что нужно, нам присылают туда списки, какие нужны лекарства, какие запчасти, ну, что вообще, все, что нужно для богослужения, продукты, одежду, потому что за год просто элементарно все износилось, потому что воды нет, какая-то дождевая вода, этим же стирают. Очень тяжело, очень тяжело, просто даже в бытовом плане. Поэтому, да. И опасно? Ну, Никольский монастырь находится буквально рядом с украинскими позициями, там и группы ДРГ заходят достаточно часто, и до позиций во многих местах это меньше километра. Поэтому опасно, и вот последний раз мы заезжали ночью, потому что днем уже заехать просто невозможно абсолютно. И то все равно попали под обстрел, насколько я знаю. Ну, сейчас в последнюю поездку, слава богу, нет, потому что вот ночью заезжали в темноте, а в предпоследнюю поездку, да, мы попали под обстрел, только начали разгружаться, снял у нас коптер, начали работать минометы, около 20 прилетов вокруг машины, ну, выехали, слава богу, выехали. И вправду, слава богу. Да, потому что, ну, не иначе, когда, милость Божия, не назовешь любую нашу поездку. Каждая поездка – это чудо, по сути. И там на передовой все острее. И все острее, и все честнее, знаете, все так. И радость другая, и боль другая, и эмоции другие, и глаза у людей другие, потому что остро чувствуется все. И фальши там нет, там, ну, там везде правда. Мы вот бойца крестили в этот раз на передовой. Как раз хотел, да, поинтересоваться, как вот пришло к нему, может быть, какое-то божье благословение, да? Ну, как раз просто с военными познакомились, нас попросили осветить там машину, потому что ездят тоже, продукты подвозят, и все подвозят ребята на автомобилях. Осветили машину, а боец подошел к батюшке и попросил, к нашему севастопольскому священнику, попросил его покрестить. То есть, и удивительно, на самом деле, вот у человека глаза меняются просто, вот пока чин совершался, и ребята другие вокруг собрались, все стояли, смотрели, и, ну, человек просто вот светлеет на глазах. Ему легче, он говорит, ну, мне просто вот легче будет знать, что я здесь с Богом, и что на мне теперь крест, потому что там, ну, неверующих на войне же не бывает. Да, в падающем самолете на войне, как говорится, неверующих нет. Да, и ребята подходили и просили, иконочки просили, и там один был с перелома на рукой, попросил батюшка, вот помажьте меня маслом, там не проходит, никак не заживает. Очень важно, на самом деле, духовное окормление воинов, это очень важно, и наши севастопольские священники регулярно ездят на передовую, это и наши штатные священники Черноморского флота, которые окормляют свои подразделения, и священники, которые с нами ездят, то есть везде, где мы бываем, мы стараемся всегда с воинами общаться, если нужно исповедовать, и крестить, и молебны служить, и какое-то внимание уделить, и крестики раздаем, иконочки, то есть, ну вот, все абсолютно, молитвослово раздаем, и ребятам это очень важно, это очень, ну, они просят. Сейчас вот новую поездку, которую вы будете планировать на Донбасс, что будете собирать, что им нужно будет? В начале июля мы собираемся как раз поехать на Донбасс, большая наша поездка, вот нужно абсолютно все, вот прямо в прямом смысле этого слова, продукты очень нужны, бытовая химия очень нужна, любые средства гигиены, там, памперсы, газовые баллончики, вот опять же для, если говорить о военных, то это маскировочные сети, мы берем их в каждую поездку с собой, прямо на блокпостах иногда раздаем, потому что иногда действительно бывает, что у ребят просто блок, сеть там в горошек, в цветочек, там, в синий, в зеленый, это не маскировка, это демаскировка по сути, а на передний край вообще с подвозом иногда тяжело, поэтому все вот это берем, инструменты нужны, вот тоже, что касается ребят, инструменты, отвертки, автомобильные инструменты, там, автомобильные аккумуляторы, вот все это выходит из строя достаточно быстро, ну, техника нужна, понятно, людям тоже, в основном, продукты, средства гигиены в основном, если говорим об одежде, то это только одежда по сезону, потому что люди привозят, бывает, там, шубы летом, ну, понятно, что шкафы почистили, и всем хочется куда-нибудь от этого избавиться, вот тоже хочется обратиться к людям и сказать, ну, не надо приносить то, от чего вы хотите избавиться, нужно давать людям то, что вы сами бы одели, там, потому что грязные, рванные, всякое бывает, и у нас нет людей, как бы, на зарплате, у нас все добровольцы трудятся в нашем складе, перебирают эти вещи, это достаточно тяжелый такой труд, и, конечно, хочется, чтобы люди тоже относились к этому так, ну, серьезно и с любовью к тем людям, которым они это отдают, поэтому и детские игрушки, и там, лекарства всевозможные, очень нужны лекарства всегда, потому что там просто негде этого взять, вот страшно подумать, что мы там, у нас заболел зуб, мы пошли к зубному, там, и вылечили его, а у людей годами нет возможности вылечить больной зуб, ну, это же пытка на самом деле, и нет еще ни обезболивающих лекарств, ни таблеток, вот, по сути дела, ничего. Обувь очень нужна, потому что тоже вот с обувью проблемы, особенно большие размеры, вообще вещи обувь больших размеров тоже очень нужна, потому что ее приносят мало, а люди в основном там такие крупные, и коляски нужны детские, да все абсолютно, то есть, ну, даже сложно сказать. Все, что нужно в быту обычному человеку. Помощь собираете и на фронт, и гражданскому населению нужно понимать, да? Да, мы собираем и гражданскому населению, и на фронт. Вы говорите, ну, знаете, перемежевываясь немножко, как бы и какую-то военную вещь, и там детскую коляску, кажется, зачем? А на самом деле да, все. Поэтому я и говорю, что нужно абсолютно вот все, вот в диапазоне, то есть там фонари нужны, образно говоря, и гражданским, и военным, там, топор тоже и в село хорошо бы отвезти, там, и ребятам тоже нужны все эти топоры, пилы, ножовки, пленка, опять же, нужна хозяйственная, потому что окна везде разбиты, и любой обстрел, пленка порвалась, все, окон снова нет. То есть такая одноразовая вещь. Поэтому пленка, монтажная пена, там, гвозди, скотч, вот это тоже все нужно и гражданским, и военным, по сути. Так что, если хотите помочь, то в Шабальн-19Б и в Телеграм-канале «Гуманитарная помощь Севастопольского благочения» там все последние новости и, может быть, какие-то, наверное, анонсы будущих поездок. Да, конечно, и рабочие руки нам тоже на склад нужны. Мы тоже всегда рады любой помощи людей. Спасибо вам большое за этот разговор. Я напомню, дорогие друзья, у нас в гостях была Екатерина Виноградова, руководитель пресс-службы Севастопольского благочения. Вы смотрели программу «Актуальное интервью». Всего вам доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова